сегодня уже понедельник 4 апреля вернулась с работы и пока еще есть солнышко пока еще светло хочу показать вам мои успехи за выходные за субботу и воскресенье суббота у меня была очень рукодельной очень продуктивной и мне есть что вам показать начну с финиша да да у меня есть уже финиш в апреле месяце это икона бисером от фирмы паутинка спас нерукотворные размер работы 20 на 25 сантиметров я вам показывала некоторые этапы ваш подшиву этой работы ну и теперь полностью готовый результат воскресенье я мы ездим с мужем в гости вернулись к вечеру и я села вышивать икону в принципе достаточно много у меня было еще не зашито я бы не не была уверена что я смогу завершить за воскресенье за вечер эту работу но немножко вот под нажала и знаете я справилась этой задачей полностью у меня все завершилось мне нравится то что получилось результат великолепный такое хорошее сочетание цветов подбор бисера единственный бисер который мне здесь не понравился это вот этот синенький он был плохо калиброван такой вы знаете какой-то неровный но так как его здесь использовалась мало в принципе смотрится достаточно симпатично вот такая у меня получилась икона вышивала начала вышивать в прошлом году вышивалась по чуть-чуть по чуть-чуть такими очень редкими подходами и вот в этом году как я вам и говорила я работаю с моими начатышами взялась за эту вышивку и вот за несколько этапов я ее завершила очень она мне хорошо пошла но наверное еще потому что я соскучилась по бисеру я люблю иногда брать бисерные работы и вот видно пришло время по вышивать и знаете мне даже немножко жалко что я ее так быстро завершила может быть нужно еще начать одну работу в бисере посмотрим у меня есть кстати 2 2 набора в бисере очень интересные но я не знаю посмотрим по ситуации потому что я все-таки вышиваю другие мои работы какой-то у меня свой внутренний план он все-таки есть и что я хочу отшивать финише чтобы у меня были каждый месяц поэтому может быть я пока начинать не буду но хотелось бы вот если честно хотелось бы начать что-то и в бисере чтобы у меня была одна работа начата но с другой стороны начну и будет опять лежать в целый год и ждать своей очереди пусть наверное лежит в новиком наборе когда у я почувствую что вот есть у меня время я наверное тогда и начну может быть так правильно не знаю как на самом деле показываем с разных ракурсов но чудесная икона пока не снимаю скил снапов так и стоит чтобы я еще хоть немножко полюбовалась результатом да то что сразу вышел и в рулон вот я бы конечно с радостью оформила но сейчас такое оформление кусючая что наверно пусть пока лежит в рулоне вышлю несколько и тогда уже буду как-то оформлять посмотрим оформить я всегда успею вот главное что работа у меня завершена по бисеру всего хватило остатки буду перебирать скоро бисер может на выходных этим займусь нужно его пересыпать из банок в пакеты как-то организовать на выходных займусь именно организацией бисера давно бы уже пора собраться силами и все это сделать тут тоже вот какие-то остатки вот так и вышиваю прямо с такой подставки все удобно и закончилась монетка титан 100 я взяла у меня есть вот такая вот супер люкс катон сороковка это наш местный производитель вот это известно большое большое предприятие зовут это людо бабочка у них различные нитки переработка хлопка вот и вот такая вот нитка очень она плотная кстати даже не больше понравилась чем титан на 100 она вот эта нитка намного плотнее лучше пришивает крепче бисер мне много таких много три катушки у меня таких есть поэтому буду этой ниткой пользоваться вот финиш вам показала но это не все успехи идем дальше продвижение по персифоне и я думаю даже вам не нужно ничего показывать рассказывать вам и так все видно я сделала такой хороший рывок и вышила вот этот участок на ткани ну кажется и немного но тем не менее здесь больше тысячи крестиков приросло да здесь был легкий участок вышивка одним цветом но ткань равномерная мелкий каунт и знаете тоже сильно не разгонишься поэтому для меня вот этот участок вышить за субботу это то очень круто ну вот здесь я еще вышила вот эту розочку с ее одиночками где-то тут еще по подошел по повышевала какие-то участки по заполняла в общем некоторую работу я выполнила и конечно же на этой неделе буду продолжать работать над персифон и нужно ее подрастить пока у меня есть настроение и вот эти цвета они меня очень-очень вдохновляют особенно вот эти три розочки ну вот казалось бы что тут такая вот такой маленькая пятнышко да буквально три маленьких пятнышка но как все это гармонично красиво смотрится очень вдохновляет вообще цвета не очень-очень нравится и я снова мне нравится как какая она у меня нашлась это не то чтобы я ее подбирала просто вот то что нашлось и на мой взгляд она подходит персифоне ну и вот по крайней мере на данном этапе вот сочетание с этими цветами не так мне кажется просто замечательно приятный цвет такой он как бы как кофейный кофе с молоком но очень такой нет ни кофе не смог чай с молоком вот такой вот знаете когда чай завариваешь с молоком такой оранжевый цвет благородный получается вот такой вот цвет у этой основы так ну что еще рассказать по этой работе пока больше ничего вам не скажу буду продолжать вышивать в планах на апрель мне ее продвинуть вот сколько сил будет я буду обязательно делать подходы и вышивать эту работу ну и мы идем дальше я не поленилась и достала две вышивки от по наборам фирмы панна серия стихии здесь у нас огонь и воздух у панны это позиционируется именно как подушки я еще пока не определилась и как я буду выше оформлять главное вышить с начала работы но я достала и для того чтобы посмотреть а здесь я во сколько сложение нити вышивала бэк стич ну и вот так вам покажу поближе я думаю прекрасно видно что здесь идет вышивка в одну нить и мне кажется больше и не надо очень гармонично подчеркивает столько сколько нужно нет какого-то сильного прям контраста такого убойного вышивка гармоничная то же время яркая обожаю эти круги вот правда они такие классные такие шикарные вот смотрите в одну ниточку видите вот очень красиво вот ну и так как я мой дизайн сейчас вышиваю продолжаю эту серию панна вода вот такой кружок сейчас я вышиваю в ключе здесь указано в две нити я стала вышивать в две нити ну видите я уже оформила на пальца уже все запялила все спрятала вот только кусочек покажу вам видите здесь в две нити и вот как вот толсто смотрится да вот жирненько и вот несмотря на то что я ну очень не люблю переделывать что-то распускать особенно какие-то делать такие справительные работы в данном случае я все-таки буду переделать бэкстич и вышью в одну ниточку буду вышивать в одну ниточку чтобы работы все в общем-то между собой сочетали чтобы не было вот видите смотрите как тут ярко да и как это все такое будет жирненько и как здесь так в общем то аккуратно поэтому да буду вышивать бэкстич в одну нитку буду переделывать работы у меня по переделкам будет много и знаете так нужно мне настроиться на этот процесс взять его прямо так вот хорошо в работу настроиться и начать вести его к финишку я вот вообще планирую в апреле месяце вышить половину работы это очень реальный объем для меня вышить по половину работы сейчас вот примерно вот так выше то нужно будет переделать бэкстич его здесь много ну ладно справимся и буду вышивать вот так по кораблик ну и по девушку где-то вот здесь вот нужно будет вышить это на апрель очень такая посильная норма нужно стараться и поэтому я вот сегодня завтра послезавтра посвящу три дня вот этой работе надеюсь что хорошо смогу продвинуть процесс да и сейчас нахожу нахожусь вот где-то здесь интересно в корабле вот в этом сколько у нас 100 тысяч крестиков давайте посмотрим кораблик схема здесь очень неудобная потому что она огромная огромная вот и наверное для того чтобы не не копировали не не пиратили ну тем ни менее все пиратится всего копируется так давайте посчитаем посмотрим сколько в корабле здесь крестиков 1 3 6 7 ну здесь 3000 крестиков да это на две недели 3000 крестиков это мнение смысле я не веду на две недели если брать по три дня и вышивать эту работу ну пусть будет так буду стараться вышить вот этот фрагмент пусть хотя бы вот так вышит на этой неделе до полторы тысячи крестиков плюс еще здесь хотя бы бэкстич захватить даже будет больше чем полторы потому что вот тут еще часть у меня не дошита здесь тоже будет много буду вот так делать фрагментами фрагментировать себе задачи чтобы не сильно было все пугающе там 10 тысяч крестика вот полторы тысячи нужно с этим справиться если справлюсь тогда буду уже себе ставить какой-то новый план по отшиву вот схема крупная четко очень понятно легко вышивается принципе все здесь понятно и просто не нравится вот организация у меня такая единственное что так как мне на лице сейчас не хочется закрепляться хочется закрепляться все-таки на с обратной стороны я хочу поискать какие-то мои другие станочки может быть не на топок все крепите эти пяльца может на каком-то другом станке нужно мне залезть сейчас верхний шкаф верхний ящик шкафа нужно будет сейчас пойти достать коробку с моими еще какими-то аксессуарами станками и уже буду пробовать потом покажу вам как я вышиваю этот процесс как у меня здесь все продвигается может быть буду параллельно переделывать бэкстич где-то распускать в общем потихонечку буду настраиваться и работать идти на завершение надо надо вот такие у меня новости за выходные очень даже хорошо я поработала отправляюсь дальше заниматься домашними делами и параллельно подготавливать процесс мой к ночному вышиванию ну и увидимся с вами не знаю там может быть через пару дней может быть там среду как на вышивается так и увидимся следующем включении и так представляю вам вот такое чудо техники мой станок для вышивки совершенно не новый из моих запасов когда-то мне его дарила наташа я немножко попользовалась но на тот момент у меня в приоритете был стечь смарт я на нем вышивала а вот сейчас как бы знаете настроение меняется меняются как бы хочется менять места вышивки не только за столом сейчас я часто вечерами вышиваю в кровати хочется как-то расслабиться и просто держать в руках вышивку но неудобно и его думала чтобы мне себе придумать вспомнила об этом станке побежала в свои рукодельные запасы вытащила коробку стараюсь вам вот так показать вот я думаю что видно вот вытащил эту коробку и собрала станочек и вот сейчас им пользуюсь поэтому решила показать вам мой так сказать новый аксессуар здесь это станок от фирмы daily light company очень известная фирма она производит именно стиль смарт и да ну достаточно такая в общем-то хорошая фирма здесь вот показано как можно использовать этот станок вот видите вот такой вот чудо чудо-юдо лежала-лежала и наконец-то я решила этот станок на этим станком воспользоваться и вот показывают так как он у меня есть в собранном состоянии ну и в процессе работы он у меня вот с такими вот рожками антенками рожки я сама прикрутила сейчас расскажу что за рожки сначала посмотрим весь станок в принципе конструкция достаточно простая вот такая вот лапа для равновесия для для того чтобы станок держался можно на нее присесть либо на столе тоже она хорошо стоит боковая вот такая вертикальная планка основная усилена специальным таким вот ну не знаю дополнительным каким-то усилителем вот такой вот кусочек дерева который сюда привинчивается и он поддерживает вот эту боковую планку на которой крепится уже сама горизонтальная планка и к ней крепятся две такие вот планочки держатели сюда можно ставить пяльца и какую-то раму вот эти штуки они раздвигаются видите поэтому сюда может стать достаточно большая рама либо маленький 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 пяльца вот просто сюда не становятся вот и чтобы мне было удобно крепить схему я вот так вот покажу вот схему я креплю вот таким образом я сюда просто воткнулась шпажки вот так воткнула шпажки и просто облокачиваю схему вот такой вот у меня станочек сюда у нас ставится вот так вот пяльца и я вышиваю вечерами на этом станке достаточно оказалась удобная конструкция по мере того как идет отшив я продвигаюсь выше можно регулировать также и высоту наклона вот таким вот образом вот так регулируется на руку не очень удобно вот так регулируется станочек в общем очень такая казалось полезная вещица и я сейчас им пользуюсь решила поделиться сами своими какими-то изменениями в моем рукоделии вот такая вот штука и мы перейдем к вам с вами к моим продвижениям ну и продвижение по моему основному процессу достаточно крохотные должна сказать что сейчас четверг вечер и я снимаю это видео потому что в пятницу субботу воскресенье мы участвуем на выставке с утра до вечера с 10 до 9 9 9 утра до 10 вечера три дня будут заняты работой причем очень утомительный процесс выставка я думаю многие знают что очень сильно устаешь после всех этих мероприятий поэтому я решила вот именно сегодня снять показать вам мои продвижения какие-то мои результаты и успехи выложу сейчас монтирую это видео выложу наверно в субботу она выйдет вот потому что эти три дня вышивать я не буду новая неделя начнется я надеюсь в понедельник вот и буду уже конечно же скорее всего на следующей неделе я заниматься больше персифоной потому что персифоне на этой неделе вообще ничего не досталось ни крестика ну и этому процессу тоже на самом деле немного досталось что я здесь вышила но я вот вышла вот здесь вот этот участок волнов и вот часть корабля практически вышила часть корабля вот нужно еще конечно же здесь мне много придется поработать чтобы дошить кораблик нужно переставить скорее всего пяльцы подготовить до чтобы ну куда я пойду я пойду вот в этот угол вот здесь нужно дошивать этот фрагмент до буду дошивать внизу чтобы потихоньку подниматься потом перейду вверх буду верхнюю часть корабля вышивать ну вот потихоньку я продвигаю здесь скорее всего около полторы тысячи крестиков я вышла вместе с быксичем если считать вот этот весь участок это около полторы тысячи крестиков но это очень очень мало да ну ладно вот так вот получилось у меня на этой неделе главная работа продвигается на следующей неделе в минимум по плану 200 крестиков в нашем успе ну и надеюсь что я персифоне уделю намного больше времени смогу там вышить тоже хоть какой-нибудь тысячу две хотя бы две тысячи да было бы хорошо выше 2000 крестиков на персифоне апрель месяц у меня отведен именно этим процессом ну и вот знаете сейчас я думаю что вот сегодня чтобы мне повышевать принципе этому процессу хорошо досталось персифона такой процесс что пока мне не хочется как бы на него настраиваться опять нести станок ставить и все такое я подумала немножко похулиганить и начать новый процесс ну небольшой но тем не менее хочется начать мне чего-то новенького к тому же вот всю неделю мои мысли к нему к этому к этому наборчику обращались я все о нем думала думала и решила но почему бы и нет почему бы и нет у меня все так чудненько складывается с моими начатышами я над ними работаю почему бы себя не побаловать новым стартом затянула я интригу давайте перейдем к процессу на моем рукодельном столе в органайзере с записными книжками ручками со всякими такими вещами уже очень давно находится лежит вот этот вот маленький наборчик я когда-то покупала от риолиса три набора две без корню рассвет и фантазию и вот эту вот зигугу две без корню я вышла а зигугу уже столько времени лежит и ждет и мне очень очень хочется тоже его выполнить знать это как вот такая конфетка которая залежалась и несъеденная и ты не постоянно думаешь думаешь на чего она лежит надо я тоже уже как бы пустить в дело вот зигугу 8 на 8 сантиметров риолис вот такая вот красивая штучка должна получиться очень интересно попробовать именно собрать вышивка все понятно вот именно сборка как будет вот такую вот фантазию я уже вышила давайте посмотрим что у нас здесь по поводу составляющих дать верно откроем и потом уже будете рассматривать без бликов так ушла обложка теперь читаем набор входит цветная схема ткань для вышивания цвагра от лугана 25 каунта цветная нитки мулине анкор три цвета на планшетках металлизированная нить бисер три вида бусина наполнитель две иглы художник елена калмакова вот такая вот у нас интересно здесь комплектация так смотрим вот у нас бисер давайте посмотрим бисер и одна бусина давайте посмотрим бисер вот такой вот такой розовый очень красивый бисер розовый потрясающий вот такой очень приятный симпатичный и бусинка одна золотая бусинка одна золотая смотрим в нитке вот они наши ниточки на планшетке наполнитель если он вот такой когда потом изделие будет готово нужно будет собирать его вот такими кусочками нарываю пушу 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 потом заполняю кстати всегда хватает очень здорово вот он кусочек ткани и сразу здесь игла такой вот кусочек луганы маленький в принципе достаточно нужно будет два раза сложить как-то какой-то он такой не квадратный прямоугольный как здесь будет вышиваться зи куку мне хватит вот этого этой ткани как-то даже меньше чем обычно в обе скорню странно я надеюсь здесь не произошла никакая ошибка не всего хватит потому что зи куку все-таки тоже у нас такой достаточно большой элемент вышивки а здесь сегодня большой квадрат вышивается все я поняла почему так я почему-то думала что будет два как бы кусочка да как без корню потом нужно будет сшивать и это один большой кстати узор очень красивый вот берите вот такой вот узор и просто через не через одну не переплетение через две вышивая на скатерти можно делать салфетки все что угодно и вот показана сборка вот она как будет все это вышивается потом вот так вот собирается штучка и сшивается понятно понятно все красота потом нужно будет кисточку сделать шнурочек сплести здорово и так шикарно мне уже что нравится центр нужно будет определить центры ну вот в принципе по идее центр и приступить ну вы на первый взгляд схема несложная конечно через одну не переплетение пришивать это непростая задача для глаз но сама схема несложная вот он кусочек ткани получается нужно будет здесь выбрать определить центр так и это дело складываю таким образом здесь будет центр иголочкой сразу и отметить центр будет здесь сюда будем стартовать на кусочек ткани такой неровненький его так как-то нарезали не очень-то ровно вот особенности есть ну ладно это не страшно когда вышивка будет готова все равно края подрезаются еще раз смотрим на картинку лицевая сторона и обратная сторона здесь в центре я вижу какая-то интересная бусинка они от бисеринки здесь просто здесь просто бисеринки мне показалось что здесь именно тоже какая-то красивая бусина бусина у сверху кисточка очень красиво обшивается бисером красивое изделие посмотрите очень интересное нежное весеннее начну буду потихонечку вышивать посмотрим я наверное в понедельник сделаю включение покажу вам свои первые крестики за сегодня но за выходные ничего не будет вышиваться понятно вот сегодня по вышиваю увидимся тогда с вами в понедельник поэтому в общем вот такие у меня новости на этой неделе также будет вставлен немножечко из блога на выходных у нас потихонечку теплеет приходит весна приходит тепло на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока воскресенье 3 апреля очень хорошая погода мы приехали в наше любимое место порто рафты тепло примерно плюс 18 плюс 20 градусов люди сегодня очень много людей выехали на прогулку выехали к морю здесь такое место как бы где дачи и загородные дома квартиры такой район загородный зимой здесь безлюдно вот как только начинает теплеть тогда здесь уже особенно на выходные субботу воскресенье если начинать съезжаться очень красиво очень комфортно здесь здесь есть стоянка для лодок поэтому конечно очень оживленное место инфраструктурное но мы пойдем искать тебе местечко каком-нибудь ресторанчике проехали очень много людей все занято но может быть что-то найдем если не найдем как говорится тейк-ауэй море еще конечно холодно но уже так приятно поселить воды люди не упускают такую возможность дети особенно забыл очки так слепит солнце вот оно и море вот они лодочки какая красота сегодня шумно здесь детей много константин передает привет покажу вам ромашки отправляемся будем надеяться на удачу ромашек много все в ромашках видите все 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 в ромашках какая красота чудесно посадили пальмочки красиво будет когда вырос маленькие хорошенькие летом конечно тут везде купаются покупался сразу в кафе спу кофе пить как на видео вырос на пиздец и куда надо еще селитесь муж всем привет всем привет это море здесь рядом аэропорт поэтому район очень активно развивается скоро будут строить здесь также ветку метро здесь очень много загородных домов именно греков которые живут в америке живут европе здесь покупают квартиры дома и приезжают на лето ну или кто же приезжает на пенсию тоже здесь живут очень комфортно климат хороший мне здесь тоже очень очень нравится пляжи конечно не самый лучший потому что здесь не песок то камни то то галька ну ничего есть места где можно купаться так ну что пока вас оставляю потом что-нибудь еще интересненькое я вам покажу пальмочки люблю я их